Привет всем, ребята! Меня зовут Юля. Вы не представляете, насколько вожделенно для меня было это видео. Так желанно и так тяжело снова вернуться к съемке. Я рада вам сказать, что да, вы сейчас смотрите мой новый ролик. В общем-то сегодня, может быть и с небольшим запозданием, но все же я покажу вам те вещи, которые я покупала к своей учебе, к своему студенчеству. Как я собирала довольно базовый и капсульный гардероб, который можно сочетать друг с другом, вещи из которого можно сочетать друг с другом. Так что я готова вам показывать. Я предлагаю разделить все категории на интернет, на магазины обыкновенные и на секонд-хенд, там где я купила тоже интересные вещи. Начать бы я хотела с заказа на сайте SHEIN. Это был мой личный заказ, это никакая не реклама. Могу сказать вам, что некоторая часть одежды мне абсолютно не понравилась, которую я не смогла вообще никак надеть или она мне не подошла по размеру, что очень обидно. Поэтому я оставила вам только то, что мне действительно понравилось и то, что я вам могу порекомендовать. Первой будет вот такая вот легкая рубашка. Она с коротким рукавом в полосочку. У нее есть воротничок. Она состоит из синтетической ткани, но я думаю, что сейчас пока еще жарко, да и в принципе потом, когда можно будет уже надевать несколько слоев одежды, она будет неплохо применима. Я могу ее носить как отдельно в качестве только рубашки, так и набрасывать наверх, например, поверх футболки. Классическую и самую любимую мою обтягивающую такую стрейчевую футболку белого цвета я вам сейчас не смогу показать, но могу сказать одно точно, то, что она просто замечательная. Я по максимуму попытаюсь найти все ссылки и оставить вам их внизу в описании. Сейчас она находится просто в стирке. Не хочу вам показывать мятую грязную одежду. Раз уж я заговорила за белую майку, то я вам покажу вот такую вот легкую маечку-дефис-блузочку. Она очень тонкая и ее нельзя носить на голое тело. Нужно обязательно какое-либо красивое белье, либо просто белье, которое было бы телесного цвета. Сейчас она уже больше приходит в разряд тех вещей, которые будут надеваться под какую-то верхнюю одежду. Я бы не сказала, что она идеально сидит именно спереди за счет вот этих вот выточек. Но, в принципе, мне зашла эта одежда, зашла эта вещь, так что я ее носить все-таки буду. Следующая будет футболка. Я решила набрать несколько классических футболок. Первая была белая, вторая вот такая вот черная. Она размера, по-моему, S. Там не было чисто черных, поэтому я взяла с вот такими горами. В принципе, удобная, хорошая. Написано, что 70% хлопка и 30% полиэстера. К телу, если честно, да, очень приятная. Дальше вы уже видели следующую футболку в каком-то из моих роликов. Я решила не отходить от классического цвета, от приятных пастельных тонов, чтобы не делать абсолютно яркие какие-то пестрые наряды, потому что у нас все-таки классический деловой стиль, чтобы особо не выделяться, да и в принципе, чтобы мой гардероб был капсульным. Я решила взять вот такую футболку. Она не такая длинная, но и в принципе, она не укороченная. Она не заканчивается там, например, у вас под ребрами, нет. Ее все-таки нужно заправлять, но вот она больше такая квадратная какая-то. Следующая покупка мне немножко не подходит по размеру, но в целом выглядит симпатично. Это вот такая джинсовая юбка. Чем-то похожа на то, что делала я, но моя тянущаяся юбка, и она сделана из джинсов. Если вы не видели этот ролик, то можете посмотреть его вот здесь вот сейчас по подсказочке. Это юбка из плотной джинсы, которая не тянется. Она мне не села сама по талии, она съезжает чуть ниже, но при этом я пока решила, что не буду ее изменять или ушивать. В целом смотрится она неплохо, джинса плотная, хорошая. Есть неприятный запах у джинсы, китайский запах, но он встречается у большинства одежды, так что в принципе, я думаю, что неплохая вещь. Еще одно так полюбившееся мне приобретение именно с интернета был вот такой вот рюкзак. Это Джал Равен Канкин. Я бы не сказала, что это прям совсем оригинальная версия, поскольку она стоит в два раза дешевле. Заказывала я ее в инстаграме. Хоть там и позиционируют ее как стопроцентный оригинал, но все-таки я посмотрела это по биркам. Там есть и китайские иероглифы, и не все бирки так совпадают. Просто я посмотрела, как определить эту оригинальность в интернете. Но при том, все остальные признаки и все необходимые качества абсолютно совпадают с оригиналом. Эта ткань непромокаемая. Я проверяла, с нее водичка стекает. Сам вот этот вот логотип является светоотражающим, что очень замечательно для вашей безопасности. Удобные ручки, правильные крепления. На всех пуговичках есть лиса, сам логотип лисы. Есть скрепление двух ручек сверху, так как можно ее носить как сумку, так и сам рюкзак. Ну и в принципе все совпадает. Внутри есть подкладка, которая защищает ваш компьютер. Кстати, тут можно носить компьютер. Мой влазит абсолютно спокойно с диагональю 13 дюймов. Может быть и 15 влезет. Я думаю, что точно. Точно. И внутри там есть подкладка, которая является мягкой и приятной для спины. Защищает ваш компьютер. Ее можно на всякий случай достать, если вдруг вам нужно куда-то присесть на мокрое или на что-то холодное, и приложить ее под вашу попу, чтобы она не замерзла и не стала чихать. Вообще-то это очень важно для здоровья. И он безумно удобный, красивый. Я его заценила буквально за 2 дня. Да, он у меня только 2 дня. И, кстати, я набралась наглости. И там, где заказывала, после того, как мне пришел этот рюкзак, я убедилась в том, что он хороший. Да, это не было сотрудничество. Мне никто не предлагал ничего. Свой рюкзак я купила по полной цене для себя. Но для вас я выпросила скидку в 500 рублей. Это, получается, скидка на доставку, поскольку она там стоит от 450 до 550 рублей. И поэтому вы можете купить этот рюкзак по чистой стоимости. По-моему, я покупала его за 3300 рублей. И именно по этой стоимости вы можете его купить, не оплачивая доставку. Моя наглость уменьшалась со успехом, так что вы можете сэкономить на доставке. Что ж, давайте переходить к тому, что я купила просто в магазинах масс-маркета. Я вам сразу скажу, что все эти вещи, которые я купила для себя, я бы не сказала, что они какой-то высокой или даже средней ценовой категории. Поскольку я тоже бедный студент и обыкновенный человек, у меня нет огромных запасов денег, так что что есть. Из магазинных покупок я бы не сказала, что у меня прямо такой огромный запас, но все-таки я купила себе классические молн-джинсы, о которых я мечтала всегда, которые смогли все-таки сесть мне по талии, но при этом я все равно их использую с ремнем, пока что с синим. Хочу себе очень черный ремень нормальный где-нибудь купить. Эти джинсы сели для меня просто идеально. Купила я их в магазине BeFree. Там было очень много различных форм джинсов, которые имели все свои размеры. То есть этот магазин стал для меня настоящей находкой. Я смогла подобрать для себя впервые действительно хорошие джинсы. Дальше был вот такой вот топ, в котором вы меня видели в прошлом видео. Это топ из магазина Твое. Я думаю, что его можно надевать больше, как нижнее белье, вместо нижнего белья под что-то такое легкое. Но он очень удобный, мягкий и к телу приятный. Следующие были вот такие вот бесформенные, ну ладно, форменные, но обыкновенные серые спортивные штанишки, у которых здесь сбоку черная полоса, но я бы не сказала, что это лампасы. И просто они вот здесь затягиваются на шнурке. И тоже из магазина Твое. Ну и последнее, что я купила в магазинах, это были вот такие вот легкие кроссовки, в которых можно бегать. Я не считаю, что они прямо совсем удобны для занятий, поскольку у них тонкая подошва, и она не мягкая, не супер амортизирующая. Так что я в них просто буду повседневно бегать. Они серые, они подойдут под любой образ, не будут выбиваться. Думаю, что купить их была хорошая идея, и покупала я их в магазине Decathlon. Ну и последнее, и моя, если честно, самая любимая часть из всех покупок, это покупки из секонд-хенда. Сейчас я вас попытаюсь убедить в том, что в секонд-хенде существуют действительно классные и модные вещи. Для начала это была вот такая вот розовая классическая тонкая блуза. У нее не верхушка получается, а воротник вот интересный такой резной. Если вам вдруг будет не видно, я надеюсь, что я покажу вам поближе. В ней не жарко, даже если жарко, то она быстро просыхает. У меня когда-то была такая белая школьная, я ее сносила просто в ноль, и это, думаю, будет очень-очень хорошо сочетаться со многими теми вещами, которые есть уже у меня. Я абсолютно довольна этой покупкой. Следующая покупка будет, да, вот приблизительно на то время, которое есть сейчас, хотя сейчас у нас за окном идет дождь. Да, это нечто красное, нечто похожего цвета, что надето на мне сейчас. Это вот такое платье в горошек. Его мы вместе с мамой перешили, переставили немного молнию, сделали больше по мне. Оно в таком, знаете, классическом ретро-стиле, а-ля что-то венецианское. Но пока что еще тепло. Я думаю, что его можно будет надеть пару раз, а потом оно спокойно не доживет у меня до следующего лета, и я его точно так же буду носить. Ну и теперь две мои самые, самые, наверное, любимые вещи из всех покупок. Первыми будут вот такие вот брюки. Они просто замечательные. Они произведены, по-моему, в Италии, если правильно обо всем этом говорит этикетка, которая есть на них. Мы, опять-таки, их немножко сделали по мне, но при этом они стали выглядеть еще круче. Они безумно удобные, которые превосходно сидят по фигуре, и мне в них действительно очень комфортно. Ну и самая последняя вещь из этого ролика будет вот такая коричневая джинсовка. Да, и вы ее раньше не видели. У меня когда-то в Инстаграме была фотография с коричневой джинсовкой, но там я просто синюю джинсовку покрасила в коричневый и добавила фотографию. А эту джинсовку я купила недавно. Она абсолютно коричневая, она немного укороченная, больше такая квадратная. У меня, опять-таки, появляется какое-то такое настроение именно в стиле ретро, что-то петербургское, что-то такое классическое, красивое и безумно комфортное. Вот как раз такая погода, как сейчас у меня за окном, будет идеально для ношения вот этой вот классной малышки. Тоже, ребят, на этом мои покупки одежды и рюкзака к своей учебе, к своей новой студенческой учебе закончились. Я не стала показывать вам тетрадки, потому что было бы глупо показывать вам канцелярию, которую я вообще не купила. Я купила только обыкновенные тетрадки и надеюсь, что вы смогли присмотреть что-то для себя в этом ролике из того, что вы можете заказать, либо смогли убедиться в том, что нужно ходить в секонд-хенде и искать действительно классные вещи. Что ж, я рада, что вы смотрели этот ролик. Большое спасибо вам за просмотр. Увидимся с вами в одном из следующих роликов. Не забывайте о том, что я вас очень сильно люблю. Целую. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok